Профессия учителя — это профессия не только настоящего, но и будущего. Поэтому преподавателям важно уметь работать и в онлайн-пространстве, чтобы всегда оставаться на связи. О важности профессии и ее развитии говорили на онлайн-лектории «Самарский педагогический. Как мы готовим учителей будущего». Слушателями стали преподаватели, чиновники, члены НКО, лидеры общественного мнения. Спикерами выступили координатор федерального информационного проекта «Добрые новости» Инна Жичкина и ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина. Современный учитель, который сам ведет соцсети, который общается в соцсетях с детьми, который должен уметь это делать профессионально, причем работая не только с детьми, но и с родителями, и с коллегами, конечно, тоже должен быть в эту историю очень серьезно погружен. Поэтому мы рассматриваем это не только как, знаете, такой проект общественный, в котором мы принимаем участие, который важен с точки зрения смыслов и содержания, но и как предпрофессиональная подготовка наших студентов, будущих педагогов. Онлайн-лекторий прошел в рамках федерального проекта «Добрые новости», который проводится в Самарской области уже 13-й год. Он направлен на создание здоровой социальной среды, позитивных изменений в обществе и приобщение людей к социальной активности. Проект в этом году реализуется уже 13-й год подряд. Проект действительно масштабный, в том числе он вошел в федеральную программу празднования года семьи, потому что «Добрые новости», конечно, рождаются в том числе из наших семей. В рамках проекта проходят четыре профессиональных конкурса – социальные рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурс юных журналистов «Юнкор», конкурс социальных плакатов и интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов. Прием заявок идет до 26 апреля. Напомним, что телеканал «Самары ГИС» неоднократно становился победителем в конкурсе «Добрые новости» в разных номинациях. Проект завершится масштабным федеральным форумом, который состоится в июне. Полина Чулякова, Петр Паломеев, События.